Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Кристина, и сегодня вместе с вами мы разберем мои покупки, которые я совершила в магазине FixPrice. Прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, а также на мой инстаграм, ссылку на него обязательно оставлю в описании. Сегодня я начну обзор покупок с отдела декора, там появилась новая коллекция под названием Home Sweet Home. В этой серии представлена целая коллекция товаров для дома, именно для декора, и первое, что из этой серии я купила, это вот такой деревянный ящик или по-другому деревянная шкатулка, сделана она из дерева, если быть точнее, сделана она из МДФ, стекла и стали. Подается в упаковочной пленке, если вы хотите кому-то взять эту шкатулку в подарок, как, например, сделала я одну, я купила себе вторую в подарок, вы можете быть уверенными в том, что здесь ничего не покорябывается, никто ничего не трогал, все очень красиво запечатано. Это деревянная шкатулка, выглядит вот таким образом, посмотрите, насколько она аккуратно, красиво сделана, петли здесь, да, действительно металлические, все аккуратно проклеено, действительно очень красивая шкатулка, даже вот при ближайшем рассмотрении все сделано максимально красиво и аккуратно, такую шкатулку действительно не стыдно ей подарить. Здесь открывается верхняя часть и сюда можно разместить, что здесь может поместиться, да, на туалетном столике здесь могут быть какие-то украшения, может быть декоративная косметика, парфюм сюда не поместится, это точно. И как вариант, кстати, здесь можно хранить чайные пакетики, тоже все может поместиться. Еще один вариант использования, это, например, в прихожей сюда можно разместить, если у вас нет ключницы в прихожей, вы можете, когда приходите домой, складывать сюда ключи, может быть какие-то карты, визитки, какую-то мелочь, деньги, да, все закрывать. И утром, когда вы уходите опять на работу, брать отсюда свои ключи, тоже вполне себе можно использовать. И кроме белого шкатулка еще есть вот в таком черном цвете дерево, да, с черным декором, с черными надписями. Вторую шкатулку я взяла в подарок, впереди день учителя, впереди новогодние праздники, если у вас кто-то есть знакомый, да, близкий, кому вы хотите сделать приятное, вы подарите или денежный сертификат, или может быть какой-то там сладкий подарок, собрать какие-то конфеты, или может быть что-то еще из косметики подарить, то это можно сделать вот в этой шкатулке, и будет смотреться гораздо эффектнее. И, кстати, стоит она 249 рублей, это не очень дорого, на самом деле, конверты в цветочных магазинах, если вы будете покупать там открытку или конверт для денег, около 100 с лишним рублей стоит конверт или открытка, поэтому за 249 рублей, я считаю, это шикарный вариант, тем более в преддверии такого большого количества праздников. Еще один товар из этой коллекции, это репродукция в рамке, посмотрите, какая классная штука, какая красота, казалось бы, да, это картина, но на самом деле это не просто картина, в ней находится настоящая солома, и если вы картину повернете или перевернете, эта солома падает в разные стороны. В Fixed Price есть несколько вариантов, несколько картин, мне захотелось купить три, но пока остановилась я на двух, я не знаю, какую мне взять третью. Первое, что я купила, это вот такую тыкву, мне кажется, это максимально осенний декор, и очень красиво смотрится, когда вы делаете какие-то фотографии, если вы, например, готовите какую-то, фотографируете еду в Инстаграм, может быть, футблогер, например, да, и осенний декор. Делать фото на фоне вот этой вот тыковки очень-очень эффектно, очень красивые теплые осенние фотографии. Вторую, взяла фотографию с коровой. Еще в магазине есть вот такой вариант, покажу вам поближе, это вариант с курицей. И третий вариант, точнее, четвертый вариант, это когда стоит корова, на ней стоит свинья, и на свине стоит курица, как бы они стоят пирамидой. Тоже классно, интересно, но пока вот у меня два, хочу повесить это на кухне, чтобы создать такую уютную, теплую атмосферу осени. Мне кажется, будет смотреться классно. По поводу качества хотела вам рассказать, тоже все очень круто сделано, здесь вообще ни одного замечания к исполнению. Деревянная рамка, тут все стекло, тоже все очень круто вклеено. И, кстати говоря, вот эту заднюю стенку, она из фанеры, ее можно снять, и, в принципе, вы можете заменить вот эту тыкву на любую другую фотографию. Вы можете взять что-то в интернете, распечатать, скачать, вырезать и поставить эту репродукцию, то есть это можно менять на ваше усмотрение. Солому вы также можете отсюда убрать, но тут уже смотрите сами. Здесь уже есть крепление, это можно повесить, зафиксировать на стену или просто поставить для фотографий, как я уже говорила ранее. Цена одной такой репродукции 249 рублей, и это нормально, это не высокая цена, небольшая. Если вы посмотрите в других магазинах, то, я думаю, за 249 рублей вряд ли такую репродукцию можно найти. На самом деле, это еще не вся коллекция. Если присмотреться, здесь мы ждем еще вазу, еще будет полка настенная, еще есть другие товары, которые здесь не нарисованы, но вот как раз-таки полку я тоже купила. Вот так выглядит деревянная настенная полка. Основная часть металлическая, сделана из металла, точнее из стали. А вот эта полочка сделана из МДФ. Очень лаконично смотрится в одном оттенке, в таком чисто дерево, да, и черный цвет. Эту полку можно подвесить с помощью креплений, они тут в комплекте. Но единственное, что да, придется либо вбивать гвоздики, либо сверлить. Здесь вот предполагается у дебиля, что нужно их сверлить. Очень красиво смотрится. Здесь можно расположить какие-то горшочки. Можно сделать книжную полку, но при этом много книг лучше ставить не нужно, в избежание того, чтобы это не упало. А если у вас уже есть какие-то крепления, то полку просто можно закрепить, и тогда сверлить ничего будет не нужно. Полочка красивая, стоит она 199 рублей. Я выбрала в виде облачка. Еще вариант есть в виде вот такой рыбки, как будто там кит, какие-то треугольники, горы. Вариантов много, и качество исполнения отлично. Эта полка уже когда-то была, сейчас ее повторили, мне кажется, очень удачно. Классная, отличная декоративная полка. Следующий товар продается в отделе кухня, серия китчен. И если у вас есть кухня, если вы хозяйка, то я прям рекомендую вам обратить внимание на эту следующую покупку. Это называется набор многофункциональных кухонных ковриков. Это очень-очень крутая вещь. В одном наборе два коврика. Стоит этот набор 55 рублей. Коврики сделаны из ЭВА. Собственно, вот эти самые коврики. Размер каждого 45 на 29 сантиметров. Это очень универсальный размер. Как их можно использовать? У меня есть два, но даже три основных способа, которые намного облегчают жизнь и уборку. В частности, уборку на кухне. Эти коврики мы стелим в холодильнике. То есть мы убираем все с пола холодильника. Стелим эти коврики. Моем холодильник. На чистый холодильник мы стелим коврики. И дальше ставим продукты, которые ежедневно у нас там стоят. Затем, когда мы моем холодильник, мы все убираем. Снимаем эти коврики. Моем коврики. Ну, максимум мы протираем полку в холодильнике и все. Если у вас там протекло варенье, молоко, какие-то продукты, то потекало мясо, то у вас это не на холодильнике. У вас это все вот на этом коврике, который вы с легкостью потом достанете, помоете, высушите и вернете на место. Второй вариант использования. Это самый крутой, который прям вот я рекомендую сделать всем. У многих кухня сделана таким образом, что у вас есть полки сверху, да, они не до потолка. То есть кухня не под потолок, есть какое-то пространство между верхней полкой, да, и потолком. И когда вы раз в какой-то промежуток времени, там раз в полгода, раз в год, заглядываете туда и видите там вот такой слой пыли, который нужно отмывать, он еще и желтеет. Так вот, когда у вас эти шкафчики сверху чистые, мы застилаем их вот этими ковриками и проходит месяц, два, три, полгода, например, да. Мы поднимаемся с вами на стульчик, встаем наверх для того, чтобы навести чистоту и порядок. И мы снимаем вот этот коврик, относим его в ванну или в посудомоечную машину или в раковину, моем. И у вас вот эта поверхность вся чистая. Это просто гениально, это волшебно, это работает 100% и экономит ваше время и ваши силы. И третий вариант использования этот коврик мы можем постелить в выдвижных ящиках, где у нас лежат вилки, ложки, крупы, может быть, еще что-то. То же самое, ящик остается чистым, если ящик не застелен, со временем он почему-то желтеет, там крошки образовываются, пыль и так далее. Но в основном проблема в том, что ящик желтеет. Не знаю, с чем это связано, но так и есть. Если мы застилаем коврики, этого не происходит, чистота, порядок и кухня вся чистая. Обратите внимание, шикарные коврики. И, кстати, появились новые расцветки, вот такие матовые. Есть прозрачный вариант, есть вот такой матовый серый, есть зеленый. За 55 рублей два коврика, мне кажется, отличный вариант, который экономит ваше время и силы. Следующий товар также из серии Kitchen. Это держатель для специй. Он на 8 ячеек. Это пластиковый органайзер, в котором есть специально 8 мест, куда вставляются, собственно, баночки со специями. Вот так это выглядит в наполненном виде. У него универсальная достаточно форма, которая, в принципе, поместится в любой выдвижной ящик. По размеру все полочки, которые выдвигаются, этот ящик должен поместиться. Стоит он 149 рублей. И в фикс-прайсе также отдельно 27 рублей 50 копеек. Можно купить за эту сумму баночку для специй, емкостью 90 миллилитров. Собственно, эти баночки я и купила. Они в магазине отличаются цветом крышек. Я взяла белые, еще серые и, по-моему, черные. Мы сюда насыпаем специи, заполняем баночки и вставляем их вот сюда. И сам держатель мы отправляем в выдвижной ящик. Можно остановиться на одном держателе для специй. Можно взять два. Все зависит от того, какое количество специй вы используете во время приготовления пищи. Вот так это красиво выглядит. Единственный момент, который, на мой взгляд, небольшой минус. Например, для меня, когда специи я перемещаю из заводской упаковки, я могу забыть, какая там специя находится. Куркума, да, ее не перепутаешь. Но, например, там специя для рыбы, специи для курицы. Со временем вы забываете, что именно. Есть выход, да. Можно взять, например, самый простой, это корректор. Подписать красивую букву корректора. Есть специальные наклейки. Они продаются на Валадрис, на Озон. Можно заказать такие черные или белые. И также подписать, что находится внутри. В общем, это можно решить. Это не проблема с этими наклеечками. Очень красиво смотрится. Можно организовать не просто, когда коробочка для специй, вот в пакетиках все вот так стоит. А красиво все сделать, организовать. И плюс ко всему, когда вы убираете товары с заводской упаковки, про специи я сейчас говорю, то, конечно, это выглядит гораздо эстетичнее, более красиво, эффектно. И пространство на вашей кухне становится такое очень красивое. Бывает, что мы обедаем или ужинаем в кафе. И в кафе очень часто есть посуда, которая мне очень нравится. Если не ошибаюсь, то эта серия называется Pollard или Pollard. Что-то очень близко к этому. Эта серия посуда, она керамическая. Она сделана... Она в разных расцветках бывает. Но она очень-очень похожа вот на эту кружку, которая появилась в фикс прайсе. То есть она бывает там голубого цвета, белого, с какими-то вкраплениями и с ободком. Вот очень похожа на ту посуду, которая есть в хороших дорогих ресторанах. В фикс прайсе кружка 77 рублей. Она очень такая тяжелая, уже без напитка. Сделана из паянца, но мне очень напомнила эту серию. Если появятся тарелки под первое и второе, и форма будет напоминать ту дорогую посуду, то, конечно же, я себе их куплю. Кстати, вот, называется это вот так, Art Viva. Это не та серия, которую я вам рассказываю. Даже внутри есть самой чашки вкрапления. Это не грязь, это тоже вкрапления, как тут. За 77 рублей я купила одну. Не знаю, подумаю, нужна ли мне еще, но мне нравится. Все красиво, эстетично и посуда прям достойная. А следующий товар из серии Kitchen я использую абсолютно не по назначению. Это блюдца чайная, диаметром 15 сантиметров. Кстати, серия вот с кактусами. Разные блюдца, стоят они 55 рублей. И такие же есть маленькие чашечки. Они небольшие, тоже стоят 55 рублей. Они продаются отдельно. По объему они то ли детские, то ли под кофе. Такие маленькие, аккуратные, тоже вот с цветочками. Вот эти блюдца я взяла для того, чтобы использовать в качестве поддона для цветов. В фикс-прайсе покупаю горшки, но они продаются без поддона. И пластиковые поддоны мне, честно, не очень нравятся. А вот использовать вот эти блюдца очень красиво. Помещаются горшки маленького и большого размера. И если вода скапливается, тоже все отлично. Ну и как вариант, если вы будете в фикс-прайсе, то в качестве детской тарелочки, например, это блюдце тоже можно использовать. Следующая моя супер-находка, это знаете, из разряда, когда ты о чем-то подумал, захотел, и товар появился, ты его видел буквально вот на следующий день. Так получилось с ловушкой для цвета. Эту ловушку мне в комментариях на моем влоговом канале подписчицы моей девочки советовали, когда что-то ей неправильно постирали, они мне написали в комментариях, есть ловушка цвета. Я записала себе в список покупок купить ловушку цвета, поставила на следующую закупку продуктов в список первым пунктом ловушка. Захожу в магазин фикс-прайс и вяжу эту коробочку, вот ношу поближе, и тут написано защита белья от окрашивания Color Expert. Здесь находятся вот такие белые салфеточки. И когда мы отправляем, загружаем белье в стиральную машину, добавляем стиральное средство, добавляем белье, мы кладем сюда салфетку. Если белья много, кладем две или три салфетки, если немного, то одну. И салфетка эффективно абсорбирует лишний краситель цветного белья по принципу взаимодействия положительных и отрицательных заряженных ионов. Салфетка положительный ион, краситель отрицательный, то есть работает как ловушка. Если белье светлое, то мы кладем одну салфетку, если интенсивно окрашенное, то три. Это очень круто, потому что иногда бывают белые футболки, например, с рисунком или какое-то цветное белье, и вы еще до конца не знаете, красит оно или покрасит, как оно будет работать с другими цветами. Ловушка действительно работает, я ее достаю, и она другого цвета. Она забирает вот этот пигмент из воды окрашенной, и все ваше белье находится в безопасности и не будет окрашено, как это случалось. Вот, например, у меня несколько раз, к сожалению. Перейдем к организации пространства дома. В фикс-прайсе появились вот такие контейнеры MyBox с объемом литр 600 миллилитров. Это пластик полипропилен, пластик пищевой. Стоит 55 рублей, небольшой вот такой бокс. Защелкивается с двух сторон. Крышка, если нужно, убирается, если нужно куда-то поставить. Очень оптимальный, хороший размер. Для чего эти контейнеры взяла я? У нас есть большое количество разных игрушек, мелких игрушек, заводские коробки, от которых мы выкинули. Ну, например, да, это может быть достаточно пазл, мелкий, но его много. Это может быть какой-то конструктор лего, которому идет инструкция, и коробку тоже мы выкинули. Но конструктор можно собрать. Если ребенок поиграл, можно разобрать, сложить все детали, например, да, лего какой-нибудь ниндзяго или лего майнкрафт, и положить сюда книжечку с инструкцией. Это могут быть какие-то развивашки. И если этих игрушек много, они между собой все перемешиваются, и ребенку играть неинтересно. То есть он достает кучу игрушек, там смешано 10-15 разных игр, и ему абсолютно неинтересно выбирать все эти детальки, все эти игры. Если все это разложено по разным контейнерам, ребенок взял одну игрушку, поиграл, можно с ним договориться, чтобы он это все собрал, убрал, и достал следующую игрушку. Вот как раз для этих мелких предметов взяла эти контейнеры я. Можно использовать как ящик для специй, здесь тоже все отлично подойдет, так как он пищевой. Можно использовать как маленькую аптечку, можно использовать под витамины, нутрицептики, да, если вы какие-то используете. Можно использовать в коридоре, например, также для различных мелочей. Можно для ниток, иголок. Масса применений, удобный формат небольшой. По размеру на многие полочки это подойдет. Плюс ко всему контейнер прозрачный, вы всегда видите, что находится внутри. И последнее это качественный пластик. Производитель России, Республика Татарстан. По-моему, это торговая марка Fimaco. Да, это Fimaco, известная российская компания. У них хороший пластик, он не содержит бисфенол-А. И никогда никакого запаха. Все супер классно и качественно. Классные контейнеры за 55 рублей. И они много функциональных применений. Следующий органайзер с ручкой на колесиках. Это тоже наш производитель российский, торговая марка Idea. Размер контейнера 18х38, высота 18,5 см. Объем 7 литров. Во-первых, отличное качество. Очень плотные стенки. Он добротный, добротный, хороший контейнер. Пластик пищевой. Колеса тоже все с ними в порядке. Все крутится, все отлично. Этот контейнер можно использовать для организации в глубоких полках, в высоких полках, в выдвижных полках. Можно положить, например, сюда все для блендера. Сложить в блендер, все от него запчасти, убрать в ящик. И когда вам понадобится, это будет не вот так вот все в коробке и по ящику. Это будет все находиться в одном месте. Затем можно здесь разместить какие-то крупы. И причем за счет такого большого количества здесь у вас поместится все, если в заводской упаковке вы храните. Оливковое масло, льняное масло, какие-то соусы, например, тоже здесь все отлично поместится. Все всегда можно достать. Что мне очень нравится, если это на глубокой полке, мы выдвигаем, берем, что нам нужно, то, что находится у задней стенки этого контейнера, затем задвигаем обратно. И при этом нам не нужно лезть на эту полку, доставать, искать и так далее. Все всегда находится на месте, при этом не создавая беспорядок. Еще один вариант использования – это пространство, место под раковиной. Сюда мы можем поставить все моющие, чистящие средства сложить. И также, чтобы под раковиной туда не залезать, мы просто выдвигаем ящик, достаем, что нужно, тряпки для уборки, там, чистящие средства и убираем на место. При этом у вас все стоит аккуратно, все в порядке и все на своем месте. Этот контейнер не очень дешевый для фикс-прайса. Он стоит 299 рублей, но качество, хочу отметить, что вполне приличное. Очень приличное, прямо на пятерку, твердую пятерочку качества. Вот, обращайте внимание, кстати, контейнеры неплохо покупают. Я думаю, что в других маркетплейсах такой контейнер будет дороже. Если вы ищете подставку для телефона, хочу обратить ваше внимание на новинку. Это вот такая подставка, где в сочетании пластика и металла. Вот таким образом это все выглядит. Открываем верхнюю часть. Вот так вот, да, это закрыто. Вот так это открыто. Здесь у нас поворачивается механизм поворотный вот в эту сторону. Здесь можно положить смартфон, телефон вертикально, можно положить горизонтально. И можно сделать вот таким образом. Поставить на подставочку. Дальше сюда можно поставить планшет. Да, небольшой планшет, тоже все поместится. У этой подставки регулируемый угол наклона и высота держателя. Он компактно складывается, и у него нескользящее покрытие. И высота вот этой подставки регулируется от 12 до 16 сантиметров. То есть мы можем делать выше, ниже. Это очень удобно, например, для меня. Я очень часто, когда что-то готовлю, в это время я могу смотреть какой-то сериал. Или проходить какое-то обучение. Или слушать какую-то информацию. Или смотреть. То есть я ставлю телефон в то положение, где мне удобно. При этом делаю свои дела. И телефон находится в зоне видимости. Это максимально удобно. Наверняка многие мамочки, когда готовят, смотрят какие-то сериалы, какие-то передачи. Сейчас вообще, ну, смотрят, например, мой канал на ютубе, да. И при этом делают домашние дела. Максимально удобно. Классно. Прямо подставка. Советую. Стоит она, если не ошибаюсь, 99 или 149 рублей. И кроме белой расцветки, есть еще мятный цвет, черный цвет. Эти два цвета точно есть. Следующий товар для дома, который мне очень понравился, это Glade. Точнее, аэрозоль против запаха домашних животных. Несмотря на то, что у нас нет домашних животных, мне очень сильно понравился аромат этого освежителя воздуха. Здесь в составе парфюмерная композиция с эфирными маслами. Вот этот аромат. Он создает атмосферу чистоты и свежести. Аромат чистого белья и прохладного воздуха. А также бодрящие цитрусовые нотки. Сразу скажу, цитрусовых ноток здесь точно нет. А вот аромат чистого белья, да. Действительно, когда вы наносите этот Glade, вот аромат, когда вы, знаете, постирали белье, повесили его сушиться на мороз, на улицу, с мороза вы белье заносите и чувствуете аромат этого свежего белья, немножко кондиционера. Вот аромат чистоты чистого, свежего, постиранного белья. Действительно, это так. Мне аромат понравился. Выглядит он вот так и стоит в фикс-прайсе 77 рублей. В ванную комнату я взяла вот такой отбеливатель. Называется он Persol. Он не содержит хлор. Кислородный отбеливатель удаляет пятна кофе, чая, вина, ягод и фруктов. Можно использовать при замачивании, можно добавлять при стирке в стиральной машине. Стоит 27 рублей 50 копеек. И следующая моя хозяйственная покупка, это вот такие бумажные полотенца. Торговая марка называется Плюш или Плюше, как правильно она читается. Здесь бумажные полотенца двуслойные. Такими полотенцами мы пользуемся на кухне. Идеально впитывают. И еще, если я что-то готовлю, например, да, нужно помыть курицу, например, обтереть бумажным полотенцем, то эти полотенца я тоже использую. Вот такой большой рулон стоит 77 рублей. Несмотря на то, что все уже закупились в канцелярии к новому учебному году, в фикс-прайсе канцелярии меньше не стало, ее стало даже больше. И я закупила там картон цветной. Есть металлизированный вот такой. Смотрите, какой красивый. Можно использовать для поделок. И еще картон. Я взяла самый обычный, вот такой мелованный. Еще очень у картона красивые внешние упаковки, конечно, классные. Просто супер. Обычный картон. Каждый картон стоит 50 рублей. И цветная бумага. Вот она стоит или 50, или 27.50. Тоже взяла разную. Двустороннюю 24 цвета. Я взяла несколько. Вот еще одну бумагу цветную. Потому что в течение года бумаги нужно много. На уроках труда они пользуются. И, кстати говоря, в фикс-прайсе продаются еще такие папочки удобные. Прямоугольные. В них можно сложить все для труда или для рисования. Например, для труда ножницы, клей ПВА, или там какой клей-карандаш, бумагу, картон. Все это в папочку положите. Ребенок взял папку, положил это в рюкзак. На уроке труда все это вынул. Поработал, все собрал обратно. И не нужно все это по рюкзаку в течение перемены искать. И потом все это вот так валяется. И последнее, что я купила из еды. Джем десертный клубника-вишня от Миста Рика. Раньше в фикс-прайсе был такой джем с цитрусами, с лимоном. Но, к сожалению, он куда-то подевался. Был такой еще, по-моему, с мандарином. С лимоном очень вкусный. Я вообще люблю лимон. 50 рублей он стоит. И второе, что я купила, это сироп. Травы башкирии. Сироп листьев мяты. Свежесть ментола. Натуральный продукт. Единственный минус, что здесь в составе на первом месте вода экстрактов листьев мяты. А на втором месте сахар. Потом регулятор кислотности, лимонная кислота. Всего три ингредиента. Но, тем не менее, сахар здесь есть. Вот так выглядит стеклянная бутылка темного цвета. Да, пахнет мятой. Даже как-то, знаете, не мятой, а ментолом, наверное. И добавлять можно в чай, в кофе. Делать пропитку для выпечки. Топпинг в десерт, мороженое. И добавлять натуральный морс или газировку. И получится такой сладкий напиток. Что еще хотелось сказать. В фикс-прессе 77. Вчера я была в Ашане. И там целый ряд стоит вот этих трав башкири. 120 рублей стоит. Одна вот такая баночка, упаковка. Из бьюти-покупок в этот раз я купила черную пузырьковую маску. Мы обязательно с вами ее протестируем. Я покажу, как это все выглядит. Это маска с фруктовыми кислотами и соком алоэ. У нее массажный эффект. Еще она освежает. Ну, не знаю, насколько все это правда. Обязательно с вами протестируем. Сделаю вставочку, как все это выглядит. Если, кстати, вы уже пробовали вот такую маску, которая пузырится, делитесь в комментариях вашими впечатлениями. В книжном отделе я также выбрала для себя новинку. Книга называется «Радикальное принятие». Автор Тара Брах. Автор, мастер медитации, клинический психолог. Это легендарный бестселлер. Впервые на русском языке. Книга о том, как исцелить психологическую травму и посмотреть на свою жизнь взглядом Будды. Именно то, что позволяет исцелить страх и построить глубокие отношения, наполненные любовью. Мне интересна тема психологии. Есть книга «Радикальное принятие», «Радикальное прощение». Я не знаю, этого же автора эта книга или нет, но мне интересно. Я почитаю тем более цена книги 99 рублей. Это более чем привлекательная цена. В других книжных магазинах очень часто встречаются книги из магазинов «Фикс Прайс», и они там стоят, конечно, дороже. Если читали, делитесь также в комментариях. Эта книга отправляется на мою книжную полку, и в скором времени я ее обязательно прочитаю. На сегодня у меня все. Это были все мои покупки из магазинов «Фикс Прайс». Спасибо, что были со мной, что смотрели. Спасибо за ваши комментарии, подписки. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, и до новых встреч. Увидимся очень скоро. Всем пока!